денис приветствую тебя всем привет торговой сети спиды наша традиционная встреча тоже обсуждаем рынке и много раз уже подчеркивал во время нашего прямого эфира что именно время выхода в эфир как правило предваряет какие-то интересные отчеты значимые фундаментальные релизы и как раз у нас с тобой есть буквально за за день за два того как все это интересное на рынках произойдет обсудить текущие глобальные тенденции рыночные настроения что совсем эти может измениться после того как новостной фон прогремит эта неделя сегодня как мы знаем народе выступления павла в конгрессе скорее всего это выступление будет точно таким же как и вчера просто вчера он отчитался перед одной плане конгресса сегодня будет то же самое по тому же самому листочку повторять то что он сказал вчера уже перед палатой представителей поэтому я не думаю что будут какие-то другие формулировки высказывания либо он решит перед палатой представителей вбросить на рынок какую-то новость из-за которой мы начнем радикальным образом пересматривать перспективы американской монетарной политики скорее всего все пройдет еще тише чем вчера поэтому целом мы благополучно можем уже ориентироваться на отчет по инфляции который выйдет завтра и тут уже будет жарко потому что данные по инфляции они традиционно разгоняют волатильность на рынках на долговом рынке на фондовом и индекс доллара никогда не остается в стране а сейчас еще рынок настолько завяз опять же в идее спекуляции что будет в сентябре касательно процентной ставки то вот данные по инфляции они будут может быть с таким многократным помноженным эффектом отдачи для рынка потому что данные по инфляции если они укажут в соответствии с рыночными прогнозами что инфляционное давление в сша слабевает это уже будет 3 месяц снижение инфляции подряд глобальная тенденция и наверное потенциально может попахивать серьезным разворотом по доллару потому что будет доказательство дезинфляционного тренда и того что у фрс приближается к идее снижения процентной ставки в сентябре так ну что давай тогда сегодня посмотрим на индекс доллара мы традиционно с тобой разбираем этот актив можем также оценить ситуацию на рынке драгоценных металлов золото которое вверх не слетает за очень короткий промежуток времени по 30 40 долларов но если среди вас друзья уважаемые клиенты инвесторы и трейдеры есть охотники за волатильностью то наверное жалуются сейчас на золото грех в смысле в общем золото сегодня можем посмотреть и рынок нефти нормально так ну что давайте демонстрации экрана индекс доллара прошу прощения текущей котировки 104.75 как уже отметил очень много если не все будет зависит от реакции рынка на заточный отчет по индексу потребительских цен и я для себя принял такую позицию что если мы завтра получаем этот отчет который будет доказывать что инфляция продолжает снижаться то прицепом тут же вспомним про то что разочаровали данные по рынку труда но он фарм фэрлс уровень безработица вырос до максимум 21 года динамика роста заработных плат тоже показывает что предпосылки для усиления инфляции так себе снизились ранее буквально три недели назад индекс pc индекс расхода наличное потребление тоже был сигнал того что инфляционное давление остабевает и буквально на прошлой неделе индекс активности сферы услуга и см ниже 50 пунктов зоне спада то есть глобально да мы сейчас видим то что фундаментальный план он явно не указывает на то что повышенные инфляционные риски в американской экономике сохраняются и я думаю то что ладно вчера и сегодня до выхода данных по инфляции паулин мог говорить о том что нужно больше сильных данных как он выразился по поводу инфляции но если мы завтра увидим снижение инфляционного давления даже прям не знаю как еще паулин сможет оправдывать эту выжидательную позицию поэтому расклад простой здесь буквально смысле торговля постфактум выхода новости если мы получаем именно подтверждение снижения инфляции то нужно будет смириться с тем что долгосрочно скорее всего доллар уже развернулся и даже несмотря на политическую тему стоящих выборов будет пустись периодическими коррекционными откатами но двигаться вниз и соответственно если все таки будет какой-то сюрприз по инфляции потребительских цен и фактическая цифра окажется ну либо такой же как два месяца назад либо выше то здесь опять же по новой заиграют комментарии паула о том что еще недостаточно условия основания для снижения процентной ставки здесь обратный сценарий в общем здесь друзья нужно выбрать вам какому лагере трейдеров вы относитесь насколько вы закладываете под реакцию рынка под выход серьезного новостного фона и статистики и уже принимать решение как действовать золото меня кстати денис спекулятивная сделка я жду все-таки 2400 хотя бы вот ближайшие скажем так даже относительно кругу ладно ближайшие часы учитывая то что отчет про инфляции завтра то есть еще до выхода этих данных и может быть после выхода тари этого релиза на волатильности золото может зацепить уровень 2400 долларов я ждал еще на прошлой неделе на там максимум был 2392 доллара не дотянули бы до этого потом последовал откат в начале этой неделе но сейчас золото опять же выкупают я еще на своем брифинге сегодня отметил что как будто есть маленький должок у рынка драгоценных металлов перед инвесторами и я думаю что мы друзья можем попытать удачу и забрать еще как минимум 30 долларов у рынка до выхода на завтрашнего статистического релиза так а что касается рынка нефти 8410 традиционно я на бренд смотрю ты обычно делаешь акцент на WCI четвертый день подряд это дневной таймфрейм у нас агрессивные распродажи и эти распродажи сейчас связаны с тем что вот ураган берил которому прочили крайне разрушительные последствия для нефтяной инфраструктуры в сша то есть на мексиканского залива он существенно слаб поэтому я думаю что каких-то серьезных проблем с поставками перебоем поставок уже не будет сегодня еще подтопили позиции доллар данные по инфляции в китае инфляция демонстрация и отражение потребительской активности слабый показатель потребительской активности предпосудки для снижения спроса но на рынке есть локальном фундаментальный компенсатор который может сегодня улучшить настроение это отчет по запасам нефти сша вчера от американского института нефти мы получили подтверждение того что запасы продолжать снижаться из-за активного начатого сезона автомобильных поездок путешествий летнего сезона и эта тенденция я почти уверен сохранится сегодня мы можем увидеть тоже резкое снижение значительное снижение запасов что скорее всего по моему субъективному мнению будет уже способствовать улучшение рыночных настроений я бы сейчас поставить его посмотреть за уровнем 85 долларов за баррель если мы концу сегодняшней торговой сессии закрепимся выше этого уровня то можно будет смело покупать в расчете на перехай уже этим рынком и движение в район 88 90 долларов за баррель так вот на этих инструментах я тогда остановлюсь денис слова тебе так хорошо мне тем более есть что сказать и так погнали значит касательно начнем пожалуй с фунта касательно фунта у меня здесь какие мысли во первых мы на прошлой неделе сделали красивое проталкивание то есть в принципе основная идея вот прошлой неделе у меня лично была на то что индекс доллара пойдет достаточно сильное ослабление последовательно потянет за собой и остальные валюты прямого котирования поэтому здесь вот например по фунту даже с учетом акционов что мы сейчас в некой области перекупленности находимся я все равно считаю что потенциал роста у нас на данный момент еще не исчерпан то есть здесь реально могут еще двинуть в район перехая то есть 129 129 с половиной у нас есть такая неплохая зонка покупателей которые также у нас сопрягается с крупным опорным объемом также еще пока не перебит предыдущий такой локальный максимум то есть что весьма в принципе странно да как как для роста поэтому если даже в моменте там увеличат волатильность там завтра либо послезавтра если увеличить волатильность там сделать какой-то добой вниз я вот с этой зонки 127 35 127 67 буду как раз смотреть сигналы на перехай то есть на дальнейшее движение вверх судя по кумулятивной дельте если мы посмотрим у самого минимума по всему росту который был сделан у нас то четко видно что кумулятива у нас падающий причем агрессивно падающая при этом цена у нас растет это признак чего это признак коррекции вниз и затем продолжение роста на перехай как минимум последнего экстремума с которого это коррекция началась поэтому при таком двойном подтверждение я лично считаю что движение вверх у нас приоритетно и мы будем идти вверх еще на обновление максимума единственно что в моменте конечно не исключает какие-то такие спекулятивные движения забросы вниз могут делать запросто то есть но это рынок здесь возможно абсолютно все но тем не менее основной приоритет я все-таки оставляю именно по направлению самого роста касательно индекса доллара здесь как раз на прошлой во время прошлого брифинга показывал то что у нас достаточно такая неплохая была вот так выглядела и трендовые поддержки там даже какие ни черти все равно любом случае уже они все пробиты то есть ожидание абсолютно оправдались пробили вниз есть такая четко проталкивающая свеча вниз по пути сформировали две зоны продавцов самая первая зона продавцов вот она ее как раз вчера буквально точечно коснулись рынок это такая интересная среда где очень любят еще тестировать немножко нервы помотать поэтому я абсолютно не удивлюсь если сюда придут еще раз например в эту же зонку и затем уже будут делать выброс вниз на всякий случай на всякий у меня есть запасной вариант но он все равно носят абсолютно одинаковый конечный результат это если вдруг сделают добой чуть выше вот к этой зоне и потом все равно скинут вниз но это альтернативный сценарий с абсолютно одинаковым конечным результатом то есть через такой анализ например у меня вот тот же самый фунт сделал то есть что с такой зонки мы как раз пойдем вверх на реализацию продолжения роста то же самое здесь по индексу доллара то есть на реализацию движения вниз если технически его посмотреть то мы видим что последние значимые откатные экстремы они были все полностью более чем на сто процентов перекрыты вниз то есть таким образом у нас уже есть паттерн перепозиционирования на продажу и он как правило отрабатывает ну хотя бы ближайшие самые цели примерно вот в этой области вот здесь там где-то 104 25 104 40 но более значимо это все-таки вот сюда падение себя круглит то в район 104 то есть если сюда действительно придут супер тогда отсюда смотреть там может потом после дадут какое-нибудь ложное обновление минимума и отсюда пойдут уже в такую локальную коррекцию вверх то есть возможно ли такой вариант запросто возможен но вот я именно такой у себя в таком случае и жду касательно значит золото по золоту я все-таки на прошлой неделе считал что могут сломать здесь паттерн хотя он кстати отработал идеально но это паттерн с часового графика что сделают обновление минимума то есть на тест еще один минимум и потом только уже взлетят вверх но по факту взлетели достаточно быстро по пути сформировали вот раз и вот два две зоны покупателей но здесь в чем нюанс дело в том что да обе зоны достаточно сильные вот если даже по профилю посмотреть но нижняя зона ну прям гораздо сильнее был накоплен объем в разы и я здесь честно скажу немножко побоялся покупать вот от ближайшие зоны хотя у меня был тоже такой сценарий то есть покупки в ближайшие зоны но скажу честно стремнулся как по мне гораздо эффективнее будет нижняя зона даже не только с точки зрения объемов но и также по технике плюс еще и 1 2 маржи поддержки у нас тоже попадает вот она чуть чуть выше буквально находится зоны но ложные пробои таких вот маржиналок это абсолютная норма плюс ко всему если посмотреть на всю вот эту структуру полностью которая сформировалась то у нас очень четко видно как было сделано после двух внизу ложняков как было сделано обновление полностью сегмента вверх это достаточно сложная форма перепозиционирования такая двойная и при этом у нас основная сердцевина то есть там где цена больше всего вращалась попадать все равно в нижнюю зону поэтому есть такая привычка не покупать от ближайшие зоны наоборот открывать сделки чуть более дальней потому что у нас и соотношение риск прибыль будет гораздо эффективнее вот ну и плюс ко всему и безопаснее оттуда открывать и больше факторов там складывается поэтому я пока с текущих ничего не буду делать если пойдут вверх буквально с текущих цен пусть идут ничего страшного по поводу цифры 2400 я полностью с тобой согласен но даже и выше даже вплоть до там 2430 или возможно на даже тестирование максимума а при этом у нас вот эта зонка 2320 2337 она максимально сильная я считаю в качестве поддержки поэтому если какой-то в моменте сделают запрос вниз то именно с этого диапазона лучше всего будет дальнейшем а покупать то есть он самый как по мне эффективно это если цена туда дойдет и что касается нефти здесь у меня были был приоритет на продажу еще даже из прошлого еще даже с позапрошлой недели а для в том что у нас заливали очень такие немаленький объем особенно самый крупный объем был залит вот здесь в районе 8350 но нефть она практически всегда как движется то есть она заливает объем делает там ложные какие-нибудь попытки движения потом ретест и потом только уже движется здесь дело в том что сформировали нам зону это не зону про то скорее как зону сопротивление сделали но честно я думаю вряд ли цена до него дойдет а сейчас мы подошли как раз сильно поддержки от которой огромная вероятность отскока но после этого в принципе могут еще добить ниже вот сюда вот это для меня область ключевая то есть этот диапазон который мы копили достаточно долго еще на предыдущем контракте и если туда дойдут вот оттуда я бы уже смотрел действительно отскок вверх при этом технически абсолютно понятно почему у нас и здесь был сделан сколько то есть у нас и трендовое сопротивление красивое как мы видим экстремумы не максимумы не минимумы у нас не добивает не обновляется то есть вгоняет в такую формацию что-то типа там треугольника но по сути то есть без добоев своих значимых экстремумов накоплений всего два по ходу движения первым и прямо сейчас пришли мы четко видим что именно здесь у нас находится контрактный депок и второе накопление у нас находится ниже это контрактный депок предыдущего фьючерсного контракта и также контрольная маржинальная зона тоже сюда попадает поэтому в идеале конечно добить вот сюда там 77 40 78 75 и отсюда потом уже стартануть вверх поэтому у меня пока вот такой сценарий локально со снижением домой а потом уже действительно разворотку хорошую сделать верх так что по сути у нас можно сказать несколько синергичные сценарии особенно вот с падением индекса доллара ну просто в остальных инструментов против него день и спасибо тебе за рекомендации ждем тогда счет по инфляции который выйдет завтра и в следующую среду уже подведем итоги посмотрим где будет индекс доллара и при необходимости пересмотрим ожидания по основным финансовым инструментом еще раз тебе спасибо что нашел время обсудил рынке вместе со мной хороший тебе тоже хорошего закрытия недели тебе и нашим подписчикам ну и хороших выходных до скорой встречи спасибо тоже тебе взаимно классный выходных успешно торговать неделю и всем пока 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 рельс